Путин заявил о готовности России вести мирные переговоры с Украиной, но с учетом интересов РФ. Об этом он сказал в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. Он повторил кремлевские нарративы о том, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров для справедливого урегулирования конфликта. Это цитата. Дмитрий Иванович, тут важный фактор, что это китайское агентство, которому дал интервью Путин, поскольку вчера вот сообщили в Кремле, что первый свой визит после так называемой инаугурации Путин совершит в Китае 16-17 мая, то есть начиная с завтрашнего дня. Что он совершит его, это любопытно. Посмотрим, что скажут китайские друзья, которые, как мне кажется, будут продолжать свои восточные обтекаемые формулировки, типа, течет река, бежит леса, но мудрый не обращает внимания. Ну что-нибудь такое, типа, да? Главный добротетель чиновника – послушание и смирение. Для оценки Великой Французской революции прошло слишком мало времени. Гуси летят. Куда летят гуси? Они летят над Великой Северной рекой. И весь мир начинает мучительно искать толкование. Я всегда мечтал отвечать на вопросы именно с такой прекрасной многозначительностью. Конечно, опять будет повторено, что мир нужен, но нужно и учитывать интересы великих партнеров. Все совершенно очевидно. На самом деле тут интереснее, на каких условиях Россия хочет провести эти переговоры. Я вам эти переговоры и эти условия могу перечислить с легкостью. Первое. Украина лишается всех захваченных территорий. Остальные являются спорными. И мы еще об этом поспорим. Второе. Немедленный суд над украинским президентом по ракетинфикации и лучше бы публичная казнь всей украинской верхушки. Следующее условие. Украина отказывается от членства в любых военных союзах, кроме тех, которые предложит Россия. Следующее условие. Украина выплачивает репарации за все военные расходы России. Вас устраивают мирные переговоры на таких условиях? Да, конечно, нет. А я ведь всего лишь перечислил то, о чем пишет Дмитрий Медведев. Собственно, то, что, как известно, у условно трезвых на уме, то у Дмитрия Медведева, не выходящего из делирия на языке. Я не знаю, пьет ли он или опьяняется имени веществами, или его опьяняет российское величие. Но он вот озвучил такие условия. И Украина, обратите внимание, должна России выплатить репарации. Я часто слышу, я знаю, что украинцы страшно устали от войны. Она жутко истощила общество, страшно истощила страну. Очень тяжело сейчас Украине. Но ни один украинец не готов свои жертвы предать на условиях такого мира. На условиях мира, при котором Украина будет извиняться за нападение России. Такого не будет никогда. Просто до такого унижения свободного человека довести нельзя. Всегда существует некий предел унижения. Ради спасения жизни жен, детей, там еще кого-то, можно на очень многие унижения пойти. Нельзя только пойти на полный отказ от своего «я». А именно такой отказ будет навязан Украине. Причем навязан с характерной интонацией глумливой, циничной. Знаете, с такой, с какой пацан рыгает в лицо. Я думаю, что Украина не пойдет. Спасибо большое. Дорогие зрители, если вы еще не нажали кнопку «Нравится», сделайте это, пожалуйста, прямо сейчас. И еще один интересный блок вот о кадрах, я знаю. Мне кажется, там есть интересные детали. Дмитрий Львович, хочу попросить вас прокомментировать. Так, Путин подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова. Местр Сергея Шойгу. Шойгу стал секретарем Совбеза, бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев, которого называли самым влиятельным силовиком России. Теперь помощник Путина, якобы по вопросам кораблестроения. Еще одним помощником стал экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который в 2012 году был замначальником управления службы безопасности президента России. По данным различных СМИ, Дюмин планировал и руководил операцией по экстренной эвакуации в Россию Виктора Януковича в ночь на 23 февраля 2014 года. И Дюмина еще называют возможным преемником Путина. Дмитрий Львович, что вы скажете вот об этих кадровых перестановках? У Патрушева это почетная ли пенсия или что? И что по поводу нового министра обороны и, собственно, Дюмину? В первых, я не эксперт по кадровой политике Кремля. Я не знаю, как опять-таки это толковать. Все любят толковать между строк, вычитывать какие-то смыслы и любимые приметы кремлевских нарративов. Это смыслы во множественном числе. Никаких смыслов и никакого смысла там не обнаруживается. Есть одна и та же, довольно-таки засаленная колода. Иногда туда попадают свежие лица из так называемой школы губернаторов, но все это люди, прошедшие многократные проверки на лояльность и проваренные в чистках, как соль по Мандельштаму. То есть там ожидать каких-то свежих людей совершенно бессмысленно. Ташуется эта колода, в которой любой человек может в любой момент начать руководить хоть сельским хозяйством, хоть производством мягкой игрушки, хоть мобильной связью. Это совершенно не принципиально. Понимаете, в Кремле же такой менеджерский подход. Мучить и нагибать, как сказал один из них в давнем интервью. От менеджера требуется одно – во имя власти и во имя ее распоряжений упорно и без малейшего сострадания гнуть свою линию, отбирать у всех, присваивать себе и соблюдать абсолютную стопроцентную лояльность. Никаких других новых нарративов, простите за выражение, там не предлагается. Поэтому любые кадровые перестановки в Кремле означают только одно. Ну вот Шойгу, действительно, близкий личный друг, возивший в тайгу, друживший с шаманами и так далее. Он не отставляется, он не выходит из обоймы, он переходит на совбез. Это ничуть не меньшая долгность. Руководить Министерством обороны приходит экономист. Люди говорят, что это переход на долгую ресурсную войну и одновременно разворачивается и ширится Харьковское наступление. То есть, что бы мы ни сказали, всё это сводится к одному и тому же. На фоне такой катастрофы, как грядущее уничтожение мира, мне кажется, копеечные различия путинских чиновников не должны никого занимать. Всё это люди более-менее одного душевного склада. Они смертельно его боятся, потому что они ему всем обязаны. Они смертельно боятся своего народа и презирают его. Они люто ненавидят всё внешнее окружение, потому что для них теперь недоступен отпуск даже в Турции. Все это люди с одним и тем же комплексом страшной неполноценности и при этом страшной гиперзначимости. И кроме того, они ещё воруют неостановимо, хотя есть среди них, наверное, и честные маньяки. То есть, маньяки зациклены только на убийстве. Иными словами, все эти кадровые перестановки ничего в ближайшее время не означают. Означать будет одна кадровая перестановка, про которую мы всё прекрасно понимаем. Но мысли о преемнике надо оставить. Никакого преемника назначаемого мирным путём там не будет. И никакой преемник после него не удержится. Режимы личной диктатуры кончаются вместе с личностью. А как долго ещё эта личность будет мучить и отравлять атмосферу в мире, посмотрим. Мне кажется, что до 30-х годов многое переменится. А есть ли, на ваш взгляд, вероятность, что вместо Путина в каком-то обозримом будущем придёт просто другой Путин? Такой же кровожадный, сумасшедший, просто с другой фамилией? Такой вероятности нет. Ну, слава богу. Ещё один информационный блок. Жителя Москвы Дениса Хамедулина, задержанного на Красной площади из-за фразы «Нет войне», 9 дней продержали в психиатрической больнице, где ему кололи психотропные препараты. Об этом рассказал адвокат правозащитного проекта ОВДНФО, помогающий задержанным. Частный случай, Дмитрий Ильич, но как вам кажется, насколько он симптоматичен? И вот в обществе как воспринимается вот настолько возвращение к советским способам и методам ведения с несогласными? И две недели назад, давайте вспомним вот этот первомайские митинги, значит, демонстрации, где вычеркнули слово «мир». Это тоже симптом. Ну, видите, то, что советская пропаганда была на словах крайне миролюбива, это с этим штампом, с этим клише пора распрощаться. Действительно, времён позднего Брежнева Советский Союз, он выглядел таким дряхлым львом, таким беззубым. Это и давало мне причины и основания всегда говорить, что при Брежневе было лучше, чем при Путине. При Брежневе был дряхлеющий режим. При Путине режим, который как бы своей дряхлости не сознаёт, потому что он, понимаете, это режим зомби. А у зомби нет возраста. Это зомби, восставшие из ада. Это уже много раз похороненная, поэтому отсюда и культ мертвичины, абсолютно мёртвая славянофильская риторика, риторика особого пути. Всё это было мертво уже в начале XX века, но и сейчас это реанимация. Поэтому, конечно, Брежневский режим был и мягче, и добрее. И лично Брежнев был и просвещеннее, и человечнее. Он всё-таки понимал, что он имеет дело с искусством, а эти не понимают, и Беркович и Петрячук, например, сидят, чего при Брежневе невозможно было себе представить, чтобы люди сидели за спектакль, увенчанной золотой маской. Так что это не Брежневщина, нет, это совсем другое. Ну а что касается поведения с населением, понимаете, ведь они тоже, мне кажется, испытывают его терпение. А вот если так с вами, как вы отреагируете? А если аминозином колоть? А если наказывать уже не за лозунги, а за молчание тоже, за недостаточную интенсивную поддержку? А если начать публично вешать на Красной площади? А если начать сжигать на Красной площади? А если начать сжигать детей на Красной площади? Вот они проверяют меру терпимости населения. Мне тоже, честно говоря, интересно, в какой момент население скажет, хватит. Но мне представляется, что деградация населения за последние 30 лет, она беспрецедентна. Российская интеллигенция, если не уничтожена, то, по крайней мере, институциональной ей просто негде быть. Я вот сейчас об этом большой текст написал для «Новой газеты», тоже, кстати, уничтоженной. А это всё, чего достигла советская власть несколькими десятками лет всеобщего среднего образования, всё это пущено под нож, всё это уничтожено. Говорить о каком-то обществе в современной России чрезвычайно трудно. Общество, если и осталось, то даже не на кухне. Как мне рассказал недавно прививший друг, уже и на кухне ничего не обсуждают, не разговаривают. Разговаривают иногда в сауне, где с гарантией нельзя подслушать. Не знаю, где дальше будет. Вероятно, где-то в сыром подвале заплесневелом. Но, конечно, даже подкусывание советской власти под одеялом, как дозвал это Булгакова в 20-е годы, даже это сегодня абсолютно невозможно. Сегодня под подозрением любой, кто молчит. Любой, кто не кричит «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!». Значит, естественно, Дмитрий Николаевич в нашем варианте. Естественно, что в ближайшее время никаких возмущений от общества ждать не приходится. У меня надежда только на одно. Вы знаете, фашизм всегда заразен. Я очень надеюсь, что в Украине не будет тоталитаризма и не будет призывов к расправе с внутренним врагом, что Украина не будет симметрично повторять российскую авторитарность. Я очень верю в то, что там сохранится и свобода слова, и свобода к высказыванию нетипичного мнения. По поводу, вы сказали, вешать на Красной площади, ну, до этого еще нет, но порки публичные, по крайней мере, вот звезд, которые зашли не в ту дверь, уже происходят. Ну, это пока не порки, это пока планы и обещания. Но даже новая газета, не существующая, но продолжающая жить, выпустила замечательное расследование о русских дружинах. У этих русских дружин два направления деятельности. С одной стороны, они помогают друг другу, выступают солидарными, когда у кого-то проблемы. С другой, они призывают к публичным расправам над внутренним врагом. Я все пытаюсь понять, возможно ли в России хоть какая-то горизонтальная солидарность без публичных призывов к расправе с внутренним врагом. Вот давайте там дадим соседу соли, давайте поможем девушке, у которой проблемы в личной жизни, там приведен чат этих русских дружин. Давайте поможем друг другу. Но так, чтобы непременно при этом бей жидов, спасай Россию, бей хохлов, спасай Россию. И боевые тренировки, и боевые искусства. И при этом отвратительный псевдорюзский стиль. Биться стенка на стенку. Братской силушкой померимся. Я вот этого не понимаю. Почему нельзя просто нормально помогать друг другу, при этом надо обязательно внешнего и внутреннего врага значит, упромысливать. Вот этого мне, честно говоря, не хотелось бы. И я не понимаю, возможно ли какая-то, хоть любая форма, условно говоря, русской дружины или русской взаимной симпатии без того, чтобы двое брали за руки и слепить третьего. Вот это мне очень хотелось бы понять. И главное, я не понимаю, что это за ошибка в самом генетическом коде. Можно ли это исправить? Наверное, в обстановке большего миролюбия и дружелюбия эта солидарность постепенно нарастет сама собой. Нарасло же в России какое-то общество в 70-е годы. Но мне страшно себе представить, сколько понадобится времени и сил, чтобы этот уничтоженный слой культуры вырастить заново. Дмитрий Львович, про Энтони Блинкина, который приехал с необъявленным визитом в Киев, хочу с вами поговорить. США не призывают Украину наносить удары вне своей территории. При этом Украина сама выбирает, как вести войну, сказал госсекретарь США Энтони Блинкин. И далее цитата. «Как я и сказал, мы абсолютно привержены делу победы Украины в этой войне. Ради людей, ради ее будущего мы это признаем в своей политике. И подчеркиваем, что это решение должна принимать Украина для себя сама», сказал Блинкин. «Как думаете, почему так осторожен Блинкин в СК и, в принципе, Соединенные Штаты и власть их сейчас? В отличие от той же Британии, которая говорит, да, конечно, бейте. По военным объектам на территории Российской Федерации так войны и выигрываются. Почему Америка? Неужели она даже в риторике публичной боится чего-то? Ну, боится она, понятно, чего. В Америке, как вы понимаете, октябрь тоже будет довольно горячим, гражданские бури неизбежны. При том, что вся Америка, она очень горячо поддерживает Украину, и украинские флаги не исчезают с американских домов. Печально другое. Дело в том, что в Америке правительство, как вы знаете, и чиновники, они все-таки подотчетные. Подотчетные не только начальству, но и народу. А народ, честно говоря, в значительной своей части, он продолжает надеяться, что удастся обойтись без большой войны. И этой большой войны очень бы не хотелось. Наверное, потому что рядовые американцы не так уж плохо живут, чтобы им свою жизнь вот так с готовностью кинуть в топку ядерной войны. Это у рядового россиянина трудно с перспективами. А американцы заняты живыми делами, биологической революцией, которая происходит, улучшением школьного образования, которое большие деньги забирает, кстати. Они живут своими проблемами, и им совершенно не хочется доводить дело до мировой войны. И я это много раз, кстати, замечал. Современный мировой лидер, я, кстати, при всем том, что последняя риторика Макрона тоже выглядит очень неожиданно, но как-то современный лидер не очень готов умирать и убивать за убеждения. Люди несколько расслабились за то время, что Европа не воевала. Поэтому Америка вообще никогда не воевала, кроме гражданской войны. Поэтому есть там, кстати говоря, был опыт участия во Второй мировой, который для большинства оказался очень травматичен. После Вьетнама американский обыватель вообще не очень поддерживает вмешательство в чужие дела, потому что Вьетнам обернулся большим внутринациональным кризисом. Я думаю, что Блинкен осторожен по понятной причине. Блинкен лучше нас с вами представляет масштаб притязаний России и представляет, чем это может закончиться для мира. Поэтому он до последнего будет пытаться делать вид, что это локальная война, которая разрешима на локальных компромиссах. Думаю, что лето переубедит и его. И вообще мы, вот проверьте мое предсказание, в декабре, когда мы будем подводить итоги Нового года, если доживем, мы увидим мир очень изменившимся, переменившимся очень резко. И эти перемены сегодня совершенно непредсказуемы. То есть абсолютно непредсказуемы, кто будет президентом США. Будет ли это Трамп, будет ли это Байден, будет ли это третья фигура, что мне представляется наиболее вероятным. Непонятно ничего. Мир переходит в такую бифуркацию, которая абсолютно непредсказуема. Но при этом совершенно ясно, что до него доходит, с чем он столкнулся. То есть перелом к активным действиям антифашистского толка происходит, безусловно. И Украина, как всегда, это касается Восточной Европы, как всегда оказалась в авангарде новых великих перемен. Ну, посмотрим, что из этого получится. Надежда на одно, что Украина не согнется под этой тежке. Субтитры сделал DimaTorzok